друзья всем огромнейший привет я сегодня готовлю очень вкусные тонкие блины с мясной начинкой я готовлю сразу же двойную порцию мяса меня два свиных сердца оба они весом на 700 грамм поэтому одно 350 грамм весь список продуктов я напишу под видео одно сердце у меня пойдет в начинку в блины а второе я потом заморожу и в начинку для пирожков ну сварю сразу два сейчас я в кастрюлю налила холодной воды поставил на большой огонь чтобы вода закипела и вот в кипящую воду я положу эти два свиных сердца стебли укропа и петрушки соль добавляйте по своему вкусу 1 щепотка маленькая кориандра молотова я пропорции скажу на одно сердце перед черный горошком один перед душистый горошком один на большом огне у меня сейчас закипает вода с сердцами с нужно снять всю эту пенку она нам не нужна и вот потом в чистую воду отправить все вот это варить сердца я буду до готовности готовность нужно проверить просто проткнуть острием ножа чтобы он то хорошо входило сердца будут сварены и я еще остужу в этом же бульоне так они будут сочнее пока займусь овощами у меня одна очень большая морковь поэтому берите одну среднюю из этой начинки которую я сейчас готовлю в блинчики очень вкусная начинка получается и пирожки поэтому половину я отправлю в морозилку начинки этой потом буду делать пирожки вот с этим же мясом берите одну среднюю луковицу лук я нарежу мелко обязательно сохраните себе этот рецепт ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети я вам буду за это очень благодарна чем тоньше лук нарежем тем быстрее он обжарится сковороду я налила три столовые ложки растительного масла у меня масло подсолнечное без запаха в масло отправляю лук и лук буду обжаривать до такого прозрачного состояния он слегка начнет золотиться если вы меня смотрите но не подписались на канал обязательно это сделайте нажмите на колокольчик и вам сразу же первым будут приходить уведомления о том что на канале вышло новое видео и вы ничего не пропустите теперь к луку я отправляю морковь буду все обжаривать пока морковь не начнет отдавать свой красивый оранжевый цвет овощи нужно посолить соль добавьте по своему вкусу они не должны быть пресные и снова перемешиваю сердца свиные варится и я туда не положил лавровый лист поэтому один лавровый лист положу и пусть дальше все варится ну вот пожалуй и все до такого состояния я довожу овощи сниму со сковороды переложу на тарелку пусть все остывает а теперь я буду печь блины 4 яйца куриных одна щепотка соли несмотря на то что начинка в блинах будет не сладкая обязательно сюда добавляю для баланса вкуса белый сахар 2 столовые ложки без горок и все хорошенечко венчиком перебешаю муки пшеничной высшего сорта я беру 250 грамм муку я сразу всю добавлять не буду просто буду ее всыпать постепенно всыпала перемешала всыпал еще перемешала молоко я немного подогрела примерно до 30 40 градусов я его добавляю также постепенно сюда молока понадобится примерно 800 миллилитров все зависит от пуки у всех мука разная и молока уйдет по-разному вот такое тесто получилось я беру всегда такую сковородку чтобы она не рвала блины я ее хорошенечко разогрела капнула сюда немножко растительного масла наливаю один половник тесто тесто распределяю и блины буду печь примерно по две минуты с каждой стороны они должны зарумяниться только перед первым блином я капаю сюда масло а потом мне уже все жарится без масла пеку я сразу на двух сковородках так очень быстро и удобно блины не рвутся очень хорошо поднимаются даже тонкой мелкой лопаткой эти блинчики я не смазывала ничем они просто такие вот у меня идут под начинку блинчики очень тонкие нежные а вот здесь была тоже приличная стопка блинов я их жарила смазывала сливочным маслом и мы их просто так ели так что блинчиков получается приличное количество из этого количества продуктов свиное сердце сварилась остыла в бульоне я его достала на уже остыла сердце я разрезаю на удобные мне кусочки ну вот так будет нормально овощи обжарились уже остыли возьму сюда еще одно куриное яйцо творное его можно добавлять можно не добавлять можно ни одно два три добавить через мясорубку пропускаю морковь лук свиные сердца яйцо вот это получается очень вкусная ароматная начинка все это перемешиваем и можно спокойно убрать в контейнеры или в пакет положить в морозилку яйцо добавили значит добавили не значит нет она себя никак плохо не ведет после разморозки не становится никакой резиновая но если боитесь тогда это не добавляйте все это нужно перемешать разложить в пакет и отправить в морозилку что я и сделаю с одной частью этой начинки а теперь в каждый тонкий блинчик я кладу по одной столовой ложке начинки и сворачиваю так чтобы эта начинка потом не вываливалась вот так мне нравится удобно блинчики получились такие небольшие часть блинов у меня идет в заморозку часть я просто сейчас обжариваю на сливочном и растительном масле мы сейчас будем есть с молоком очень вкусно я надеюсь что я нагнала вам аппетит готовьте ведь домашняя еда самая вкусная и готовится навсегда с любовью пишите в комментариях какие начинки для блинов готовите вы комментарии читаю не только я но и другие зрители и каждый для себя что-то возьмет на заметку всем до встречи в комментариях новых видео всем удачи и пока пока